Привет! Сегодня я к вам с рецептом каши по-монастырски. Каша готовится без мяса, молока и сливочного масла, но при этом получается сказочно вкусно. Я даже не могу передать словами, как это вкусно. Просто возьмите и приготовьте, и поймете, о чем я говорю. Кстати, можно готовить в пост. Лук очистим вес 300 грамм, порежем кубиками. Морковь очистим вес 300 грамм, натрем на терке. Грибы 400 грамм, нарежем пластинком. У меня сегодня шампиньоны. Можно взять лесные грибы, предварительно отваренные или замороженные. Будет еще вкуснее. Крупы отмерим по 100 грамм. Рис, гречка, пшено и перловка. Хорошо промоем. Готовить кашу будем в мультиварке. В мультиварке она получается томленой, как будто ее приготовили в челунке. У меня чаша объем 5 литров. Кстати, удобно, что у чаши есть ручки. Они не нагреваются. Это очень удобно, не нужно бояться обжечься. Еще у моей мультиварки снимается внутренняя крышка, что удобно в выходе. И сверху мультиварки матовая поверхность. В таком исполнении на ней не видно отпечатков от пальцев и царапин. И ухаживать одно удовольствие. На дно наливаем растительное масло. 40 мл. Устанавливаем режим жарка. В чашу кладем сразу лук, морковь и грибы. И обжариваем все вместе минут 7. Сначала обжариваем под крышкой. Затем крышку открываем и доводим до готовности овощи. Теперь готовые овощи убираем из чаши. Чашу ставим обратно. Вливаем еще 40 мл. растительного масла. На дно кладем гречку. На гречку кладем третью часть овощей с грибами. Разравниваем. Обязательно добавляем черный перец. Далее кладем слой перловой крупы. Грибы с овощами. Разравниваем. Теперь кладем пшено. Разравниваем и кладем оставшиеся грибы с овощами. Сверху кладем рис. Немного черного перца. 1 чайную ложку соли с небольшой горкой. Вливаем 1 литр воды. Сверху кладем пучок зелени из петрушки и укропа. Закрываем крышку. Устанавливаем режим плова и оставляем готовиться. После звукового сигнала можно открывать и подавать к столу. Если вы еще не готовили, так кашу обязательно приготовьте. Уверяю вас, будете готовить постоянно и не только в пост. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы самые лучшие награды для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я вам желаю приятного аппетита. Кушайте вкусно и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok